Добрый вечер в эфире Вестник городской думы в студии Евгений Макитрюк. Жители Маховой Паде теперь могут ездить в центр города по 17 рублей. За снижение тарифа до общегородского уровня депутаты проголосовали на очередном заседании думы. На нем же обсудили и целый ряд проблем в работе муниципального предприятия автоколонна 1275. Подробности у нашего корреспондента. 17 рублей или 23. Жители Маховой Паде теперь могут выбирать за сколько ехать до центра города. Обычные автобусы возят их по городскому тарифу, а экспрессы по повышенному. За это проголосовали депутаты. А раньше жителям отдаленного района приходилось платить 23 рубля в любом случае. Время промежуток между неэкспрессами, получается он увеличился или нет? Незначительно. То есть все в пределах допустимых норм. Расписание составлено таким образом, что за 17 рублей можно уехать и утром, и вечером, и в обед. Если этот вопрос решился довольно быстро, то вот работа автоколонны в целом вызвала шквал вопросов. Ведь на поддержку этого предприятия бюджет в текущем году потратил 56 миллионов рублей. Но при этом его убытки все равно составляют около 14 миллионов. И даже самый прибыльный проект автоколонны, обслуживание междугороднего маршрута Благовещенск-Белогорск, для которого закупили 6 новых автобусов, принесет за год всего около 9 миллионов. Какая вот еще есть возможность этому предприятию предоставлять там свои услуги какие-то дополнительные, заработать денег? Дополнительные доходы, как выяснилось, предприятие получает еще от размещения рекламы на своих площадях и работы автобусов по частным заказам. Но и этого недостаточно. Ведь, скажем себе, стоимость поездки в Белогорье сегодня больше 40 рублей, а билет для жителей стоит 23. И таких убыточных линий довольно много. Среди прозвучавших предложений было передать их частникам, которые, имея более экономичные и маневренные автобусы, возможно, смогут на них заработать. Но, оказалось, эту идею уже пытались воплотить в жизнь. Каждые полгода мы проводим конкурс. Сейчас мы даже проводим его немного раньше. Ни одного желающего добровольно частника на данной маршруте нет. Никто не заявлялся. Последние конкурсы прошли буквально два месяца назад. Чтобы частники все же зашли на отдаленные маршруты, нужно либо давать их в довесок к прибыльным, либо подкреплять муниципальным заказам. Мы можем часть денег, которая у нас уходит на субсидию, сформировать муниципальный заказ и проиграть его. Ведь такой же вариант тоже возможен по этому маршруту. Не просто приходите и работайте на этом маршруте, а мы вам еще доплатим. Помимо того, народные избранники предложили провести тотальную проверку автоколонны на предмет эффективности использования имущества, которого на балансе предприятия числится немало. И уже потом делать окончательные выводы. Никто не говорит, что полностью нужно искоренять муниципальный транспорт. Мы знаем, что у нас есть роллейбусное управление. Были предложения объединения двух этих транспортных предприятий. Нужно выяснить причину таких убытков. Если есть убыточные маршруты, мы готовы компенсировать из городского бюджета. Но также может и частник получать эти деньги, компенсацию из городского бюджета. Поэтому нужно проверить это предприятие в плане экономического использования, как имущество, допустим, транспорта, территории всей. Как оптимизировать работу муниципальной автоколонны, решить нужно довольно быстро. До следующего заседания городской думы. Отныне в зоне учебных и научных учреждений нельзя будет строить жилые дома. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки депутаты также внесли на прошедшем заседании городской думы. Изначально это была личная инициатива одного из членов профильной городской комиссии. Однако она нашла поддержку в широких кругах. Эта инициатива прошла через комиссию по правилам землепользования и застройки, потом через публичное слушание. То есть это достаточно длительная процедура. И, в общем-то, возражений каких-то на эти процедуры мы не услышали. Мы, правда, отложили рассмотрение этого вопроса на одном из комитетов и сделали запрос в образовательные учреждения, чтобы выяснить их мнение. И в ответах, которые мы получили, мы тоже возражений по многоквартирным домам не увидели. При этом, подчеркивают депутаты, возводить общежития для своих студентов и сотрудников учебных заведений на обозначенной территории смогут. Так же, как и смогут продолжить работы и те организации, которые на данный момент уже получили разрешение на застройку. В Комитете по местному самоуправлению Благовещенской городской думы новый председатель Евгения Пасканова в этой должности сменил Максим Ноженкин. Ранее он был заместителем председателя другого комитета по бюджету, финансам и налогам. Экс-председатель комитета по местному самоуправлению Евгений Пасканный сложил в себя полномочия в связи с переездом в Москву. Сейчас он не входит ни в один из комитетов, но при этом в числе депутатов Гордумы остается и планирует посещать заседание. На 21 миллион рублей пополнится доходная часть городского бюджета за счет повышения базовой ставки арендной платы за пользование муниципальной недвижимостью. Новые цифры народные избранники также одобрили на днях. Для арендаторов это небольшое увеличение. Если раньше базовая ставка составляла 195 рублей за квадратный метр, то сейчас 205 рублей. Также на этой неделе депутаты продолжили работу над главным финансовым документом города на следующий 2014 год. Об очередном заседании бюджетного комитета наш следующий материал. 4 миллиарда 31 миллион 853 тысячи рублей на такие доходы может рассчитывать городской бюджет в 2014 году, по прогнозам финансистов администрации. Впрочем, это чуть меньше доходов года нынешнего. При этом, говорят специалисты, дефицит в будущем году все же сократится, но за счет некоторых расходных статей. Основная реализация федеральных программ заканчивается в этом году. Мы с вами тратим почти миллиард рублей на софинансирование данных программных мероприятий. Поэтому думаем, что будем снижать за счет этого. С причинами снижения доходов депутаты все же решили разобраться детально. Мы видим, что прогноз на 2014 год по многим статьям меньше, чем в 2013 году. Может, мы по этим статьям пройдемся и получим объяснение, почему в 2014 году планируете меньше доходы, чем в 2013 уже полученные. Я хочу уточнить, у нас АКС вообще платит арендную плату? Как выяснилось, платит, но всего 12 миллионов в год за использование всех коммунальных сетей и объектов, находящихся в собственности города. Цифра не менялась аж с 2005 года. По договорам срок окончания 2015 год и размер арендной платы не пересматривается, только на индекс депутатор и все. В 2015 году будет новая арендная плата. Мы сейчас проводим оценку рыночную стоимость арендной платы. Помимо того, пояснили специалисты администрации, из-за приватизации муниципального имущества в будущем году уменьшится сумма собираемых арендных платежей. Но при этом все же 21 миллион по этой статье будет получен дополнительно за счет увеличения базовой ставки арендной платы. Уменьшится и отчисление от прибыли некоторых муниципальных предприятий из-за сокращения самой прибыли. Впрочем, по корректировке этой статьи депутаты будут обращаться в администрацию, ведь муниципальные предприятия и созданы в первую очередь для того, чтобы приносить доход в бюджет. А вот дать точный прогноз по доходам от земельного налога и аренде земли на сегодняшний день невозможно. Мы на сегодняшний день никак не сможем сказать точные цифры именно из-за того, что недавно утверждена кадастровая стоимость. Я так понимаю, чтобы пересчитать налог и арендную плату, нам необходимо времени. Эти цифры должны быть уточнены к декабрьскому заседанию Думы, на котором бюджет будет приниматься всем депутатским корпусом. А у меня на этом все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова